В начале у него не было громкого названия, лишь скромный номер 92. Но на этот проект работало 500 ведущих предприятий всего Советского Союза. Было разработано 76 новых типов механизмов, 150 образцов оборудования, которому не было аналогов, и сотни новейших материалов. Стройка шла под открытым небом, ни один цех не мог вместить такого гиганта. Но вскоре появилось и громкое имя. Первый в мире атомный ледокол назвали соответствующий – Ленин. Бригады сборщиков и сварщиков соревновались друг с другом, движимые горячим желанием как можно лучше выполнить работы по строительству первого в мире атомного ледокола. Идея установки атомного двигателя на корабль принадлежала Игорю Курчатову. Он понимал, что дизельный ледокол расходовал бы до 200 тонн топлива в сутки. Угольный двигатель потребовал бы 500 тонн. Атомная же установка использует 45 граммов ядерного топлива в сутки. А ее отдача многократно превосходит любой судовой двигатель. Правда, задача была очень непростая. Такого никто раньше не делал. Компоновку машинного и реакторного отсеков отрабатывали на деревянном макете. Грузят редуктор турбогенератора, весящий более 10 тонн. Он будет передавать вращение вала турбины к валам электрогенераторов. Погрузка тяжелого механизма проходит успешно. Постройку судна закончили ударными темпами всего за три года. Ленин стал самым большим ледоколом в мире, опередив американский глетчер. Но проблема осадки чуть не похоронила полностью готовый проект. Глубина канала, по которому Ленин должен был выйти в море, составляла всего 9 метров. А осадка – 10. Не хватало двух метров для безопасной проводки. Решение проблемы требовало дополнительно почти 80 миллионов рублей. Но тут контр-адмирал Арон Лейбман подсказал, что во время сезонного октябрьского прилива вода в Неве поднимается на 3 метра. В итоге Ленин спокойно вышел в море, где успешно завершил ходовые испытания. В строю первый атомный ледокол оставался на протяжении 30 лет. Превзойти его по мощности смогла только Арктика, вступившая в строй в 1975 году. Мощность силовой установки Арктики – 75 тысяч лошадинных сил. Многие достижения отечественной науки и техники использованы при создании атомохода. Равных себя по мощности Арктика не знала. Благодаря новейшим технологиям именно этот ледокол первым достиг Северного полюса своим ходом. 17 августа 1977 года. Четыре часа по московскому времени. Впервые в истории мореплавания надводный корабль достиг Северного полюса. Вы осуществили замечательную мечту русских и советских исследователей Арктики, которая жила в нашем народе многие столетия. Хотя оба советских гиганта отслужили свой срок, они принесли стране и миру очень многое. Северный морской путь стал более короткой альтернативой южному маршруту в обход Африки и Азии. Но главное – атомоходы обеспечили России преимущество в Арктике на десятилетия вперед. Россия имеет атомный флот. Никто не имеет такой мощности и проходимости ледоколов, которые могут в любую точку России, Арктического ледовитого океана, пройти определенный период времени и доставить необходимой задачи. Новейшие российские ледоколы проекта «4.2.0» строят на том же Балтийском заводе, где были созданы «Ленин» и «Арктика». Рабочие предприятия собирают корпус, устанавливают механизмы и прокладывают километры труб и кабелей, подключают и настраивают сложнейшие приборы и системы защиты реактора. Один из ледоколов по традиции носит имя «Арктика». А 22 сентября 2017 года на воду был спущен второй из этого проекта – «Сибирь». Оба судна получили новейшую атомную установку «Ритм-200», которая делает их самыми мощными в мире. Это действительно реактор нового поколения реактора типа «Ритм», который разрабатывали наши партнеры из АКБМ «Африкантов». На этом ледоколе новая турбина, которую в итоге поставил Кировский завод. На этом ледоколе новая система автоматизации. На этом ледоколе принципиальная новая система электродвижения, которая не была на предыдущих ледоколах предыдущего поколения. Из семи запланированных судов построено три, и работы продолжаются. Более того, на Дальнем Востоке началось строительство суперледокола «Лидер», который будет вдвое мощнее, чем нынешние корабли, и обеспечит России дальнейшее освоение Арктики.